С наступлением зимы чаще стали происходить несчастные случаи. Причем для этого даже не обязательно идти на каток или горку. В холодное время года сломать руку или ногу можно во время обычной прогулки или даже похода в магазин. Как падать так, чтобы не очнуться в гипсе, об этом рассказывает наш корреспондент. Статистика говорит, что основной причиной травматизма зимой является банальная спешка. Многие попросту не замечают льда, припорошенного снегом, в результате чего падают и получают различные травмы. Более того, в спешке человек склонен не замечать даже открытого льда. Кроме того, значительная часть травм связана с общественным транспортом. Подскальзывают и падают как при входе в автобус, так и при выходе из него. Наиболее распространенные травмы – переломы конечностей. Возникают из-за того, что падает, человек инстинктивно выставляет вперед руку и обрушивается на нее всем весом тела. Аналогично неловко выставленная нога ломается в области голени. У женщины этому способствует ношение обуви на высоком каблуке. В ней легко споткнуться и упасть. Безопасными видами зимних развлечений традиционно остаются санки, лыжи и коньки. А вот тюбинг можно использовать только в специально отведенных для этого местах. На огороженных участках, без деревьев, с уклоном не более 20 градусов. Видел на базаре крутой очень спуск и скатывался отец, видно, и брал на руки девочку маленькую. И я предупредил, вы рискуете. Как раз была передача по телевизору. Это очень опасно. Можно скатиться, если, допустим, такой склон, который не предвещает, нельзя упасть, повредить что-то. А если очень крутой спуск, то, конечно, этого делать нельзя. В иных случаях тюбинг становится смертельно опасной забавой. Надувные санки развивают скорость до 100 км в час. А у человека нет возможности управлять движением и тормозить. Помните об этом. Соблюдать меры предосторожности. Если люди едут в места, специально предназначенные для катания на тюбингах, то это должно быть огороженное, во-первых, трасса какая-то. Смотреть, что происходит внизу, чтобы людей там не было, когда едешь. Но от падений никто не застрахован. Но если все-таки поскользнулись, валитесь, как лыжники, на бок. Так меньше вероятности получить серьезные увечья, нежели упав на спину или навзничь, ударившись головой. Важно также постараться сгруппироваться. Как только почувствуете, что падаете, тело должно напрячься. Если все-таки упали, появилась боль, и она не проходит, а наоборот, нарастает в течение нескольких часов, либо появляются дополнительные симптомы, отека, не менее конечности, либо нарушена функция конечности, не можете поднять руку, пошевелить пальцами, схватить предмет, наступить на ногу. Заметная деформация конечности. Это значит, нужно срочно обращаться к врачу. Очень много травм, связанных непосредственно с отдыхом людей. Это катание на коньках, на тюбингах, лыжах, гололед с 31 на 1 число. На сегодняшний день жители Твери и Калининского района первичную экстренную и неотложную медицинскую помощь могут получить в травматологических пунктах городских клинических больниц номер 1 и номер 6. В соответствии с графиком, травмпункт в горбольнице номер 7 временно не работает.